К нам присоединяется Богдан Долинца, эксперт по вопросам развития авиационного рынка. Здравствуйте. 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 Ну вот посмотрели сюжет, действительно гражданской авиации в Европе в зоне риска из-за действий России. И вот говорилось, что с августа прошлого года уже зафиксировали 46 тысяч случаев глушения GPS-навигации. И называют эксперты чудом, что до сих пор не было катастроф. Как можно обойти вот это глушение связи со стороны РФ? Есть какие-то методы? Ну, смотрите, есть как бы целый ряд методов, которые используются. Первое, это в принципе отказ от использования сигналов GPS, потому что мы должны понимать, это все-таки одна из воспомогательных систем для полета самолета. Она в принципе ранее ее и не была. Вот и только в новом оборудовании, это порядком оборудовании уже 2000-х, 2010-х годов, вот такие системы, они появились, как дополнение уже до существующих бортовых систем. Вот. С минусов, конечно, отказ от сигналов GPS. Это в первую очередь означает, что подготовка пилота должна быть более высокая, с одной стороны. С другой стороны, сложность полетов, она тоже будет уже намного требовать высшую квалификацию, дополнительную подготовку этих пилотов. А пилоты, условно говоря, которые не имеют допусков, например, на выполнение полетов в сложных погодных условиях, в условиях тумана, например, полеты над, так называемой, водной гладью, это над морями и океанами, они не смогут выполнять полеты, пока не придут соответствующие обучения и допуски. Вот. Мы понимаем, что та автоматизация, которая на сегодняшний день есть на бортах самолетов, она как раз была направлена на то, чтобы снизить необходимый объем и сложность обучения и фактически таким образом закрывать потребности в пилотах. Но, конечно, отказ от системы GPS придет к тому, что большая часть тех пилотов, которые летали на этих маршрутах, они просто не смогут выполнять полеты в ближайшие полгода, года, может, даже и больше, пока не пройдут необходимые допуски и обучения. Это первое. Второе важное составляющее. Мы должны понимать, что все-таки системы GPS на сегодняшний день используются не только для полетов. Большинство аэропортов используют системы GPS для упрощения и повышения безопасности посадки самолетов. Это означает, что самолеты придется садить не в полуавтоматическом режиме, а практически в ручном режиме. И это тоже усложняет фактически и делает дороже обслуживание такого аэродрома и в том числе усложняет взлеты и посадки. И вторая важная составляющая этого вопроса, то, что большинство самолетов по территории аэродрома тоже перемещаются с использованием GPS для того, чтобы фактически автоматизировать так называемое сопровождение самолета от взлетно-посадочной полосы до стоян ночного места или до того или иного гейта. Вот. Отказ от такого подхода придет к тому, что необходимо будет увеличивать количество персонала аэропортов, который будет сопровождать эти самолеты, условно говоря, этими машинками follow me. И это в том числе ударит как по стоимости использования такого аэродрома, в том числе будет требовать увеличения и затраты на обслуживание движения внутри аэропорта. Эстония, Латвия и Литва обвинили Россию в блокировке сигналов GPS над Балтийским морем. Как думаете, что это? Действительно ли гибридная война против стран Балтии? Ну, смотрите, если мы говорим об использовании глушения сигнала, это как менее фактически опасная штука и более опасная, это как раз так называемая подмена сигнала. Вот. И если говорить о, там, ну, условно говоря, вмешательстве в работу радиоэлектронных каналов тех или иных систем навигации, то мы должны понимать, с одной стороны, это фактически прямой элемент гибридных военных действий. Он направлен как раз против тех стран в зону глушения, которые попадают. Первое. Второе важное составляющее, это то, что все-таки говорить о том, что какие-то беспилотники не таким образом собираются сбивать с маршрута, ну, мы должны вспомнить, а сколько реально беспилотников было вообще замечено, именно ударных, или хотя бы сколько было прилетов этих беспилотников хотя бы по одному объекту на территории Калининградской области, которая на сегодняшний день контролируется Российской Федерацией. Насколько я помню, не было ни одного такого случая. И это говорит о том, что, в принципе, те заявления, которые были, это просто прикрытие для того, чтобы продолжать такие гибридные военные действия, которые несут за собой не только угрозу безопасности полета и повышает риск столкновения самолетов в воздухе, а в том числе несут угрозу и экономическую, потому что отмена рейсов или, условно говоря, изменение маршрутов, это в том числе все негативно влияет на экономику авиакомпаний, которые вследствие не могут нормально зарабатывать, должны сокращать рабочие места, снижаются налоги. Это элемент, фактически, такой многовекторной гибридной войны, которая влияет как на авиацию, так и на другие виды транспорта, потому что большинство логистических систем, морские судна, они используют системы GPS во время выполнения своих перевозок. Ну а как можно это расценивать? Вот эти угрозы, скорее всего, некоторые эксперты говорят, что это шантаж со стороны Кремля, потому что, если вдруг, не дай бог, произойдет из-за этих глушений какая-то авиакатастрофа, это будет же теракт считаться? Ну, смотрите, здесь как бы есть несколько составляющих. С одной стороны, страна, в воздушном пространстве которой осуществляется авиаперевозка, она должна обеспечивать надлежащий уровень безопасности полета. Если есть что-то, что этому уровню безопасности полета мешает, она должна вводить те или иные запреты или ограничения на полеты. Это с точки зрения ответственности конкретно взятого государства. С другой стороны, если мы говорим, условно говоря, о вмешательстве в такие каналы радиоэлектронные, то, к сожалению, та законодательная база международная, которая касается военных действий, военных конфликтов, она разрабатывалась, условно говоря, в 40-50-х годах, и фактически она не предусматривала такие виды военных действий, как радиоэлектронная война или другие какие-то, те же кибервойны и тому подобное. Поэтому существующее законодательство, оно все-таки очень слабо подготовлено к таким проявлениям, так называемым, неинвазивных военных действий, и поэтому достаточно сложно, в принципе, дополнительно предусмотреть какие-то наказания для стран, которые это делают. Это с одной стороны. С другой стороны, мы должны понимать, что риски несут такие вмешательства значительные. И, конечно, насколько удастся притянуть то или иное государство к ответственности, очень сложно говорить, потому что мы не знаем, подаются ли какие-то, условно говоря, объявления или передается ли информация, что в тот или иный момент в таких квадратах будет задействовано глушение, потому что это может в том числе использоваться как элемент принуждения тех или иных стран закрывать свое воздушное пространство, таким образом влиять на их экономическое, фактически, и состояние, и возможность выполнять безопасные полеты. О российских авиаполетах давайте поговорим. Окна в мир продолжают сужаться для россиян, уже лишенных прямого сообщения с Европой и возможности получить визу в большинство стран Шенгенской зоны. 1 мая американский Минфин ввел санкции в отношении крупнейшей российской авиакомпании «Победа». Она, в частности, летает в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты. Ну, эти страны очень популярны среди россиян для отдыха. А теперь как будут добираться? И в целом санкции против авиакомпании, как отрезаться на отрасли? Да, смотри, если говорить о международных полетах, необходимо вспомнить, что на сегодняшний день только 5% международных сообщений выполняются российскими авиакомпаниями, именно теми компаниями от общего пассажиропотока Российской Федерации, и 95% — это внутри Российской Федерации. Ранее, там, до начала полномасштабной войны, этот процент составлял 30 к 70. Фактически, надо же понимать, что те авиакомпании, которые продолжают летать за рубеж, это единичные авиакомпании, и, как правило, это в основном рейсы на Ближний Восток и в Азию. Вот, в другие страны практически российские авиаперевозчики не выполняют полеты. С другой стороны, весь этот пассажиропоток, который ранее обслуживал с российскими компаниями, он бы полностью мигрировал на обслуживание, условно говоря, авиакомпаний с Ближнего Востока и Азии. Вот, и на сегодняшний день, все-таки, основная часть этих пассажиров, они используют аэропорты, там, в основном, соседних с Россией стран для того, чтобы выполнять, так называемые, пересадочные рейсы. Вот, поэтому сокращение полетов той же Попеды, собственно говоря, на международном рынке, оно слабо будет как-то замечено, потому что Российская Федерация уже практически была стерта с международного рынка авиаперевозок, и фактически для российских авиакомпаний в основном остался доступен только внутренний рынок. Вот, международные рейсы на сегодняшний день полностью практически обслуживаются международными авиаперевозчиками иностранными, вот, и, в принципе, основная часть как раз этих перевозок, это не прямые перевозки, а это, так называемые, перевозки с пересадкой, потому что далее россияне летают уже с этих аэропортов соседних с Российской Федерацией стран в Европу, в Америку и в другие государства. Ну, мы также знаем, что из-за полномасштабного вторжения в Украину в Россию запрещено поставлять запчасти для самолетов, и вот в марте была информация, что в РФ участились поломки бортов, в том числе специального летного отряда «Россия», это тот, который перевозит первых лиц, чиновников, и известно, известно ли, как Москва выходит из этой ситуации, потому что санкции есть, могут ли они сами производить комплектующие? Да, смотрите, касательно производства комплектующих, в принципе, на сегодняшний день они их не способны производить, речь может идти только о производстве каких-то отдельных, достаточно простых технологических запчастей, вот, но в целом, если мы говорим об основном перечне, это десятки тысяч разных номенклатур тех или иных запасных частей, их, в принципе, Россия не способна производить с одной стороны, с другой стороны, наверное, и практически ни одна страна в мире полностью всю номенклатуру не производит. Как правило, все равно есть какие-то небольшая часть тех или иных запчастей или комплектующих, которые производятся все равно за границей. Если говорить конкретно о России, то мы должны понимать, что они, с одной стороны, в основном используют так называемые контрафактные запчасти, это в основном производство других стран, могут использовать какие-то элементы некритические, например, те же тормозные колодки, те, которые теоретически они могут разработать и производить сами, но мы должны понимать, что использование любой не сертифицированной запчасти внутри самолета, это автоматически приводит к тому, что в случае любой ошибки или катастрофы, или отказа самолета будет проводиться расследование, и, соответственно, те лица, которые принимали решение об установке этих контрафактных или нелицензионных запчастей, будут нести прямую ответственность, потому что эта запчасть не проходила сертификацию, не была, условно говоря, согласована с заводом-производителем самолета, а 70% самолетов, которые остаются на территории Российской Федерации, это самолеты западного производства, это Boeing и Airbus. Соответственно, без согласования с этими двумя корпорациями, в принципе, любая замена или установка какой-то запчасти, она является незаконной, и по международному законодательству это означает, что фактически те лица, которые это произвели, и они непосредственно будут ответственны в той или иной авиакатастрофе. Поэтому мы видим, что все-таки работает другая история, работают две вещи. Первая – это так называемый серый импорт. Кроме того, что были в виде санкций, мы видим, что все-таки он продолжает работать, где-то лучше, где-то хуже, но в целом на сегодняшний день он достаточно сильно влияет на возможность Российской Федерации продолжать поддерживать свои самолеты. Это каким образом происходит? В первую очередь, например, есть страны, соседние с Российской Федерацией или какие-то другие государства, которые имеют свои авиакомпании или регистрируют так называемые фейковые авиакомпании. Эти компании покупают оригинальные новые запчасти у того или иного завода и устанавливают на свои самолеты. Старые запчасти своих самолетов они снимают, но, как правило, эти запчасти имеют отстаточный ресурс. Тысячу часов налета, десять тысяч часов налета по разному. И потом эти запчасти по документам они уничтожают или списывают, а по факту они эти запчасти переправляют на территорию Российской Федерации и далее продают как запчасти, которые еще можно продолжать использовать, которые являются по факту оригинальными, имеют все необходимые документы. Вот только по одним реестрам они уничтожены, а по другим документам они фактически незаконно попали на территорию Российской Федерации, где далее устанавливаются на самолеты, и продолжается их эксплуатация. Такой подход не является рекомендовательным с точки зрения безопасности авиации, безопасности полета, но при этом он не является запрещенным. И некоторые компании в мире таким образом тоже ремонтируют свои самолеты, потому что не все авиакомпании имеют деньги покупать новое оборудование. Вторая важная составляющая – это так называемый авиационный каннибализм. Когда с тех самолетов, которые уже есть на ТВС, с Кафедерацией могут сниматься те или иные запасные части. На сегодняшний день объем такого авиационного каннибализма оценится в порядке от 30-40 до 70, а возможно даже 100 самолетов. Это те самолеты, которые периодически являются жертвой авиационного каннибализма. При этом около 30-40 самолетов, это нижняя планка, это фактически те самолеты, которые на сегодняшний день уже настолько были частично разобраны, что их возвращение в флоты для полетов является практически невозможным. Еще перед Новым годом разведка Украины после взлома российских информационных систем сообщала, что авиация РФ находится на грани коллапса. Это было полгода назад. Вот хочу вас спросить, когда же произойдет этот коллапс? Да, ну смотрите, мы должны понять, что авиация это достаточно безопасный вид транспорта, который имеет большое количество разных систем, которые резервируются, имеет достаточно сложные подходы к обслуживанию, к требованиям, входу в отрасль, к тем или иным процессам, которые, задача их обеспечить как раз вот это вот, то, чтобы самолеты не приводили к авиакатастрофам, и даже в случае поломки, чтобы они могли безопасно завершить свою авиаперевозку. Те инструменты так называемого авиационного каннибализма и серого импорта, которые есть, они позволяют Российской Федерации где-то успешно, где-то не очень успешно, но поддерживать возможность этой авиации летать. Кроме того, мы должны понимать, что средний возраст флота российских авиакомпаний, он достаточно молодой, речь идет о порядка 11-12 годах. В мерках Европы это очень молодой флот, не все авиакомпании, даже большие в Европе, могут похвастаться такими новыми самолетами. И, конечно, это тот запас прочности, который позволяет им продолжать выполнять свою операционную деятельность. Говорить о том, что в какой-то один момент или в какой-то один день все самолеты упадут, не приходится, потому что авиация так не работает. Этот процесс все-таки накопительный. Мы видим, что из года в год за последние, фактически это уже третий год, количество так называемых отказов и сбоев в работе российской авиакомпании, она продолжает расти практически в полтора-два раза каждый год. Вот потому что если в 2021 году речь шла о сотне зарегистрированных сбоев или отказов, то в 2023 году это количество уже перевалило за 200. И в текущем году ожидается, что количество этих сбоев и отказов может составить до рекордных 400 таких случаев. О чем это говорит? Это говорит о том, что эти процессы, фактически понижение качества самого и безопасности полета, и уровня безопасности полета в российских авиакомпаниях, оно продолжает. Эти процессы деградационные, они и далее будут иметь место, но говорит о том, что в какой-то момент там все самолеты падут, не приходится. Скорее всего, количество отказов и сбоев будет продолжаться. Это будет приводить, в первую очередь, к росту количества отмен рейсов, к увеличению стоимости обслуживания и ремонта самолетов. Потому что даже использование так называемых схемовского импорта, они приводят к тому, что на 30-40% дорожает стоимость обслуживания самолета. Увеличивается время обслуживания, потому что, если, например, без условий санкции можно было получить ту или на запчасти вернуть самолет в строй за 3-4 дня, иногда за неделю, то в условиях санкции этот период растягивается, как правило, на 3 недели, иногда даже на целый месяц. И это все потери авиакомпании в связи с тем, что самолет не летает. И это, в том числе, удорожание фактически этого самого процесса ремонта. И, с другой стороны, конечно, что в какой-то момент такое количество отказов, сбоев и состояние может все-таки стать критическим. Но говорить о том, что это будет прямо в ближайшие месяцы, не приходится. Скорее всего, это будет процесс плавный, он будет происходить в течение 2025-го, возможно, даже до 2027-го года. Похожую ситуацию мы видели в конце 90-х годов. Это было в Советском Союзе, когда фактически за несколько лет практически десяток авиакатастроф произошел. В связи с тем, что как раз эти самолеты плохо обслуживались, было некачественное запчасти. И тогда это назвали даже, что мы говорим, черной полосой в истории авиации Советского Союза. Скорее всего, Российская Федерация ждет аналогичный период. Только когда он наступит? На сегодняшний день достаточно сложно прогнозировать. Ну вот еще, что сложно прогнозировать, это то, когда такие приедут самолеты F-16 в Украину. Обсуждают сейчас и в телеграм-каналах, да и люди в интернете заявления представителя воздушных сил, господина Явлаша. Он то ли в шутку, то ли серьезно сказал, что истребители следуют ждать после Пасхи. Но вот это довольно понятие растяжимое. Как вы полагаете, есть ли уже предпосылки, что в скором времени F-16 появится в украинском небе? Смотрите, в принципе, мы должны понимать, что этот процесс, он уже, наверное, его остановить практически невозможно, потому что уже более года ведутся те или иные подготовительные работы для того, чтобы украинская авиация получила этот тип западной платформы авиационной. С одной стороны, мы понимаем, что персонал уже, какая-то часть, скорее всего, была подготовлена, какая-то часть продолжает подготовку. Это касается как и летного состава, так и наземного персонала. Кроме того, еще полгода тому мы слышали заявление о том, что наземная инфраструктура также готовится. Поэтому фактически речь идет о том, что подготовка к возможной эксплуатации таких самолетов, она фактически не останавливалась и развивалась по всем необходимым составляющим этого процесса. Решение передачи в Украине самолетов было уже принято достаточно давно, более года тому. И на сегодняшний день, наверное, скорее всего, идет речь о принятии конкретного решения, в какой момент наиболее эффективно и наиболее полезно будет появление этих самолетов. Потому что мы должны понимать, что появление самолетов – это не только возможности, с одной стороны, в том числе и на фронте, и для защиты тех или иных городов, усиление стены противовоздушной обороны. Это в том числе и появление дополнительных рисков, потому что российские военные силы будут пробовать найти эти самолеты, применять все возможные виды вооружения для того, чтобы их уничтожать. И это в том числе риски, которые необходимо предусматривать и которым необходимо готовиться. Как быстро мы получим эти самолеты, на сегодняшний день, мы точно не знаем, потому что, так называемый, туман войны, он сохраняется. И это очень правильная стратегия, потому что первыми, когда должны узнать о том, что Украина получила те или иные самолеты, должны быть, как правило, россияне. И они это узнают уже, условно говоря, не из новостей, а из того, что увидят картину уничтожения тех или иных наземных целей, штабов, бункеров или, например, потерю значительного количества своей авиации. Как мы помним, был так называемый сушкопад в феврале. Фактически, с появления в 16-х стоит ожидать похожие тенденции и непосредственно на линии фронта. Ну, смотрите, последние несколько дней в сети спорят, смогут ли украинские пилоты совершать боевые вылеты, выполнять задачи чуть ли не в первый день прибытия этих F-16 в Украину. А каково ваше мнение? Ну, смотрите, тут сложно оценивать, потому что, с одной стороны, мы должны понимать, что часть будет пилотов, это те пилоты, которые уже ранее летали на советских машинах, и они прошли, условно говоря, повышение квалификации, поэтому, скорее всего, такие пилоты смогут уже выполнять даже в первый день те или иные задачи, потому что они знают местность, они понимают те или иные аэродромы, они им знакомы, и при этом все, что поменяется, то, что они использовали эти самолеты, условно говоря, в европейском воздушном пространстве, то теперь они смогут их использовать в украинском авиационном пространстве. В принципе, здесь, мне кажется, особых ограничений быть не должно. Если мы говорим, конечно, о новых пилотах, условно говоря, молодых, которые ранее, например, не выполняли полетов или налет часовых был не такой большой, то здесь, конечно, могут быть, условно говоря, те или иные ограничения, например, на определенные типы заданий или полеты в определенных типах условиях, которые они не смогут выполнять. Например, это там полеты в сложных погодных условиях, полеты в условиях низкой видимости в связи с туманом, или, например, посадка, или взлет в условиях низкой видимости. Конечно, есть такая вероятность, что необходимо будет какое-то небольшое время для того, чтобы эти пилоты получили необходимые допуски и далее смогли уже выполнять фактически полный спектр задач. Богдан, спасибо вам большое за этот разговор, за то, что вы нашли время присоединиться к нашему эфиру. Богдан Долинца, эксперт по вопросам развития авиационного рынка, был с нами на связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного.